здравствуйте дорогие наши подписчики и гости канала пожалуйста не забудьте подписаться и нажать колокольчик чтобы не пропустить все обновления а сегодня мы поговорим о том что faraday future f91 наконец входит в предсерийную подготовку электрический кроссовер все еще в пути но мир электромобилей сильно изменился с тех пор как мы впервые увидели эту концепцию давно запланированный электромобиль от faraday future входит в предварительную подготовку перед запланированным началом серийного производства в конце этого года f91 это большой электромобиль которому обещали мощность 1050 лошадиных сил и запас хода чуть менее 400 миль а также шестизначную цену модель столкнулась со многими задержками и быстро меняющимся ландшафтом электромобилей с тех пор как она была впервые показана в качестве концепта прошло много времени с тех пор как мы слышали от faraday future но стартап только что представил то что он называет своим первым серийным образцом фев 91 электрический кроссовер который впервые был представлен в виде концепта еще в 2017 году теперь как утверждается находится на пути к запуску в производство в третьем квартале этого года фев 91 обещал мощность в 1050 лошадиных сил и столь же массивную батарею на 130 киловатт час среди других характеристик которые были впечатляющими несколько лет назад например запас хода более 300 миль в какой-то момент руководитель намекнул что он также прибудет с ценником в 300 тысяч долларов первоначально планировалось что электромобиль будет запущен в производство в 2018 году можно с уверенностью сказать что некоторые сроки сдвинулись но мы действительно использовали рабочий прототип всего два года назад когда компания представила прототип на выставке си с в лас-вегасе теперь компания заявляет что достигла четвертого производственного рубежа завершив производство первого серийного автомобиля а в ближайшие месяцы будет выпущено еще несколько единиц создание первого серийного автомобиля на заводе в хэндфорде важный шаг к началу производства в третьем квартале эта итерация наиболее близка к серийной модели f91 которую мы видели на сегодняшний день сказал мэттолл вице-президент президент производства в ожидается что f91 станет первым ультра роскошным электромобилем выходящим на рынок с уникальным опытом водителей пассажиров многое произошло с тех пор как в 91 впервые увидели в концептуальной форме и с тех пор как мы проехали прототип показанный на выставке с среди прочего несколько автопроизводителей представили свои первые электромобили в нескольких сегментах которые не были охвачены в 2000 в семнадцати или 2020 году если уж на то пошло показатели лошадиных сил обещанные ferriday future теперь примерно соответствует некоторым весьма удивительным электромобилям новым и старым включая пикап хаммер и еще одну итерацию tesla model s гигантские информационно-развлекательные сенсорные экраны в электромобилях теперь являются почти обязательными они новинкой и несколько моделей довели цену входа на аккумуляторно-электрические кроссоверы почти до уровня конкурирующих моделей с бензиновым двигателем электромобили также перестали быть товаром покупаемым первыми покупателями с глубокими карманами и стали больше покупаться теми кто покупает новый кроссовер в качестве второго или третьего транспортного средства все это разворачивалась как раз в этот промежуток времени с другой стороны одна вещь которая не сильно изменилась это доля рынка которую в настоящее время занимают электромобили в сша которая как сообщается по-прежнему составляет около 3 процентов таким образом хотя скачки в разнообразии моделей и спецификациях были огромными влияние на долю рынка электромобилей было менее впечатляющим faraday future еще не опубликовала производственные характеристики f91 которые могут немного отличаться от 1050 лошадиных сил и 1328 фунт фут крутящего момента обещанных годами ранее это серийная модель все еще сталкивается с несколькими встречными ветрами в том числе с ценой которая как ожидается будет значительно выше 100 тысяч долларов а также с доступностью гораздо менее дорогих аккумуляторных электромобилей на рынке сша спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей